Я знаю, это очень старый прием, но мне он настолько нравится, чтобы показать картинку до и после, что я снова им воспользуюсь. В этом видео я расскажу, как я выставляю свет для съемки подводок, влогов, блогов и как я делаю из такой картинки вот такую. Некоторое время назад на моем канале уже было похожее видео, как я выставлял свет для съемки подводок и своего блога, но с того времени много воды утекло, у меня поменялось оборудование, поменялась локация. Да и вообще, когда я смотрю на тот ролик сейчас, мне он не очень нравится, мягко говоря. Поэтому сейчас я расскажу вам, как я выставляю свет в данный момент, в данной локации, какую схему света я использую и дам парочку практических советов, которые будут полезны и тебе. Поехали! Итак, для начала мне нужно понять, какой будет у нас кадр. Я ставлю камеру, сейчас камера на стабилизаторе снимает меня, поэтому здесь стоит штатив. То есть мне надо понять, как ставить свет, какое будет расположение у нас этих самых светильников. Итак, я поставил камеру, приблизительно прикинул, откуда должны светить, какие источники и начинаю. Кстати, если я снимаю днем, то обязательно я закрываю все шторы, потому что освещение за окном у нас меняется, солнце может выходить, заходить и это может повлиять на нашу картинку. Поэтому советую вам купить себе или плотные шторы, или блэкаут-ролеты. Самое первое, что я делаю, ставлю софтбокс, то есть заполняющий свет, который будет светить на мое прекрасное лицо. У меня не стандартный софтбокс, это у меня такая большая LED-панель от Non-Lite. Основное преимущество ее в том, что она маленькая в размерах. То есть вы можете посмотреть на стандартные софтбоксы, которые будут в длину где-то вот такие. А помещение у меня, к сожалению, ограничено, потому что квартиры дорогие, поэтому не надо был какой-то компактный вариант, но в то же время, который не уступает по качеству обычному софтбоксу. Поэтому мне предложили вот такой вот вариант, это здоровенная LED-панель, на которую еще вешается такой вот небольшой софтбокс специальный. Называется это все сооружение Lantern, то есть фонарь, потому что оно светит круглым источником мягкого света. Здесь сзади вы можете увидеть два диммера. Первым диммером мы регулируем температуру света, то есть он становится или холоднее, или теплее. Вторым диммером мы можем регулировать яркость. В первых видео, как только я получил этот софтбокс, я его ставил немножечко выше для того, чтобы не захватывать фон. Но из-за того, что у меня такое странное лицо, когда я ставлю свет вот здесь, то падает тень от моих надбровных дуг, которые у меня оказываются слишком широкие, и создается эффект как бы мешков под глазами, что мне не очень понравилось. Поэтому я его ставлю немножечко пониже и свечу прямо в лицо. Может быть это не совсем правильно, но по крайней мере я выгляжу лучше. Но по правильному его надо располагать немножечко повыше, чтобы он светил вот здесь. Сейчас вы видите на картинке, как он должен располагаться. Хотя в принципе я буду сейчас использовать максимально похожую схему расположения заполняющего света. Теперь нам надо контровой свет, чтобы подчеркнуть силуэт меня. Дать какой-то интересный блик на стул, чтобы он не сливался с фоном. Контровой свет очень важен, и некоторые просто про него забывают, но это очень сильно меняет картинку. Сейчас вы видите разницу с контровым светом и без контрового света. Это такая небольшая деталь, которая делает вашу картинку богаче. Для того, чтобы сделать контровой свет, вам в принципе нужен небольшой, но достаточно жесткий источник света, который будет светить вам или вашему спикеру где-то в шею, чтобы подчеркнуть его силуэт. У меня этим светом служит Non-Light Little Light 5C. Это, кстати, очень компактные и очень крутые источники света. Они, кстати, на магнитах. Мы даже прикрепляли их к автомобилю. Здесь есть такой эффект, как полицейская машина, и делали такие вечерние интересные съемки. Выглядело все достаточно круто. Здесь есть дополнительные эффекты, такие как вспышки фотоаппаратов, грома. Короче, можно тут настроить все, что хочешь почти. Кстати, в ближайшее время будет больше туториалов по видеосъемке и бэкстейджов со съемок, потому что карантин потихонечку отступает. Поступают все-таки новые заказы на видеосъемку и постпродакшн. И этим опытом я буду делиться с вами. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть на канале. Здесь есть три основных режима. Это работа с цветовой температурой. То есть мы в кельвинах выставляем, какой теплоты нам нужно изображение, или холодное, или теплое. Также здесь есть возможность диммировать, естественно, силу света. Также мы можем работать в режиме HSI, то есть Hue, оттенок можем менять, Saturation, насыщенность этого оттенка, и Eye Intensity, то есть насколько интенсивный и яркий будет у нас свет. Я люблю использовать самые разнообразные цветовые схемы для своих видео. Например, сейчас хочу, чтобы мой контровик подсвечивался красным. Также вам нужны будут стойки. Стойки у меня появились сравнительно недавно. До этого я использовал штативы, и я думал, что, в принципе, этого будет достаточно. Но со стойками работать намного удобнее. Они очень дешевые. Ну, в принципе, можно сейчас стойки найти и на Алиэкспрессе за какие-то там 10-20 долларов. Смотрите только, чтобы по высоте они были, ну, хотя бы 2 метра. Чтобы вы могли поднять источник света выше человека и направить его сзади и сделать контровой свет. И также вам нужно закупить такие поворотные шарниры, которые позволяют ваш свет наклонить. И направляем свет куда-то сюда. Также для разнообразия можно добавить и второй контровой свет, если у вас есть дополнительный источник света. К примеру, можно разрисовать вот такие попугайские цвета. Например, оттуда красный, а отсюда синий сейчас это модно. Ну, а если вам не нравятся разноцветные схемы, всегда можно попробовать стандартные. Так как оттуда у нас падает свет достаточно желтый, чтобы лицо казалось живее, то здесь можно подчеркнуть боковой контур более белым цветом. Если вам покажется свет слишком жестким, можно надеть силиконовую насадку, которая делает свет немножечко мягче. Она идет в комплекте и выглядит вот так вот. Но вместо нее вы можете использовать, как я показывал в прошлом видео, даже бумажное полотенце. Основная схема света у нас готова. Источники от Numblight, кстати, закончились. Так что сейчас мы будем использовать дополнительные источники освещения для того, чтобы подсветить какие-то интересные элементы на бэкграунде. То есть микрофон, клавиатуру и, в принципе, акустический поролон, если на него дать какой-то оттенок света, выглядит интересно. Для этого я буду использовать свою старенькую палочку Yangnuo Yuan 60. Если у нас с этой стороны достаточно голубой цвет, мы просто мэчим по цвету и кладем назад, чтобы подсветить задник. Этот цвет, я даже не помню, как он называется. Это свет LED-овский и сделан он F&W. Это подарок одного моего приятеля хорошего. Почему мне нравится этот цвет? Потому что здесь можно сделать прям минимальное диммирование. То есть если обычно LED у нас идет изначально самый минимальный порог, достаточно яркий, то здесь можно прям вот такой минимальный свет сделать. Здесь есть магнитные фильтры, которые сразу же меняют температуру и делают этот свет мягче и желтее. И таким светом прям легеньким я люблю как раз подсвечивать и детали на фоне, какие-то определенные. То есть или книжки, или, например, вот здесь вот мы можем подсветить микрофон, чтобы он как-то играл у нас на фоне. И фон у нас не был таким безжизненным. Или, например, подсветить колонку. Вот так я ставлю свет для своих блогов и для подводок. Спасибо за то, что посмотрел это видео. Я думаю, оно было тебе полезным. Подсмотрел, может быть, некоторые фишечки и себе. Пиши в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Все ссылки на источники освещения вы найдете в описании. Не тупейте, не болейте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok